Девушки отдыхают Девушки отдыхают Открывая дверь Для того, чтобы сатана Вошел в вашу жизнь Я не верю, что верующий Может быть одержим Что сатана может контролировать Полностью контролировать поведением верующего Но мы можем оставить какое-то место В нашей жизни за дьяволом И оттуда он может совершать Свои действия И мы даем ему это место Оставляя гнев в своем сердце Отказываясь встретиться с человеком Исправивая ситуацию Мы отказываемся предпринимать эти шаги В то время, как внутри нас Все кипит Сначала все понемногу закипает Потом начинает бурлеть И в итоге это начинает руководить Нашей жизнью И все из-за того, что сатане было дано место Гнев на Бога И в результате сатана будет преуспевать Делая нас несчастными И мы, в свою очередь, будем делать других несчастными Поэтому мы не должны давать место дьяволу Не давать ему возможности Причинять ущерб нам и через нас другим Один человек однажды сказал Я прочитаю это высказывание Горечь, подобно кислоте Разрушающий сосуд, в котором она находится Более, чем тот сосуд, на который изливается Я еще раз прочитаю Горечь, подобно кислоте Разрушает более тот сосуд, в котором она находится Чем тот, на который она изливается Быть может, наш сосуд полон горечи И мы хотим излить эту горечь на кого-то еще Мы не можем дождаться Пока не сделаем этому человеку больно Но за то время, пока горечь находится в вас, она разъедает вас изнутри, и вы становитесь уязвимы для нападок сатаны. Вы причиняете боль себе и другим, потому что вы не можете расстаться с той горечью, которая вас. Христос умер за наши грехи, и мы можем отдать всю горечь из нашего сердца Ему. Он справится с этим. Он заберет ее от нас. Отдайте это Ему. Скажите, «Господь, я гневаюсь на этого человека, и мой сосуд полон горечи». И он возьмет его. И он уже делал это. И мы станем свободны от этого. Он умер за все наши ужасные эмоции, чувства, отношения, поступки, слова, которые исходят из нас. И злейте все это Ему, чтобы не погибнуть самому и не погубить других. Питер Сказеро в книге «Эмоционально здоровая церковь» написал, «В прошлом я проводил часы с Богом, умоляя Его совершить мои цели и планы. Однако теперь я провожу много времени в уединенном месте, один на один со своими чувствами, борясь с вопросом, почему, ничего не скрывая от Бога и слушая Его». Брэнон Маннинг в своей книге «Лев и Агнец» написал, «Из семени зависти произрастает цветок недовольства. Если бы только я был тем человеком, а не тем, кем создал меня Бог». Это зависть. Из недовольства растет отчаяние. «Я так часто терплю неудачи. Какой смысл снова пытаться?» Бог постоянно говорит нам, как когда-то Иеремий, «Не бойся, ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя». «Любящее принятие воли Отца зажигает внутри нас огонь, который уничтожает зависть, уныние и отчаяние». Бог говорит, «Не бойся, ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя». «И это уничтожает зависть, уныние и отчаяние в нас, ибо Он делает нас счастливыми». Опять высказывание Питера Сказера. «Я был слеп относительно того, насколько сильно определяла моя семья, в которой я вырос, мою повседневную жизнь, особенно мое руководство духовной семьей церкви «Новая жизнь». Он пишет о том, что не замечал, что делал все так, как делалось в его семье. Он продолжает, «Невозможно помочь людям порвать с их прошлым, не вникая в семью, в которой они выросли. Пока они не осознают ту силу, с которой прошлое определяет, кто мы есть настоящим, мы неизбежно перенесем манеры из прошлого на наши взаимоотношения внутри и вне церкви. Мы поступаем так, как и когда-то поступали наши родители, когда мы жили с ними». И далее он пишет, «Я передал руководству нашей церкви жгучее желание расти больше, лучше и крепче с каждым годом. Темп был изматывающим, точно как с моим отцом. Я думал лишь о возможности расширить царство Бога, но на самом деле я стремился обрести значимость и признание в церкви, а не во Христе. Поэтому за всем этим я пренебрег теми, кто был ближе всего ко мне, точно как мой отец. Только благодаря решимости всерьез отнестись к изучению моей семейной истории в свете ценностей Евангелия я смог наконец сойти со скоростных рельс работы и продуктивности. Вместо этого я медленно учусь следовать за Ним в субботний покой, с молитвой и размышлением, обретая радость и мир». И это призыв. Я верю от Бога открыть свою жизнь и в то же время открыть Писание и пересмотреть свои слова, свои поступки, свои отношения, свои эмоции. И не бойтесь искать помощи. Попросите помощи у друзей, они могут помочь. Мне нравится следующее высказывание. «Тому, у кого есть близкий друг, не нужно зеркало». Ваш близкий друг поможет понять вам, гневаетесь ли вы, завидуете ли, или, быть может, вы не удовлетворены, или, быть может, вы чего-то боитесь, или вы ищете удовлетворение вне Бога, или у вас есть горечь. У меня есть друг Том, я с ним каждую неделю разговариваю по телефону, и с ним я могу поделиться своими эмоциями. И для меня он настоящий друг. Даже несмотря на то, что я разговариваю с ним по телефону, он для меня зеркало. И не бойтесь искать помощи у профессионалов, у служителей, у душепопечителей, которые могут помочь вам понять ваши эмоции, так как у них есть опыт. Ищите помощи. Вы не можете все сделать сами. Лоис прочитает еще одну цитату из книги Питера Сказера «Здоровая эмоциональная церковь». Предсмертные слова одного раввина Хасида. «В молодости я хотел изменить мир, но, повзрослев, понял, что это слишком, и решил изменить свою страну. С годами и это стало выглядеть чересчур глобально, так что я принялся менять город, но и это оказалось мне не по силам, поэтому я решил ограничиться совершенствованием семьи. Прошло много лет, прежде чем я понял, что начинать надо было с самого себя. И тогда, возможно, мне удалось бы изменить семью, город, страну, а может и весь мир». Как обстоят дела с нашими словами, отношениями, эмоциями, так же или по-другому, чем в той семье, в которой мы выросли? Это очень важный вопрос. И далее я хотел бы предложить упражнения для пересмотра своей жизни. Во-первых, прочтите тексты Писания, которые призывают к самоанализу. Я уже вам их называл. Все они также приведены в распечатках, которые вам розданы, которые вы можете найти в приложении к этому курсу. Вы можете найти это упражнение в пособии, которое прилагается к этому курсу. Просчитайте все тексты Писания, которые приходят вам на ум и, как вам кажется, изображают вас. Помните, это не время анализировать других. Речь идет о вас. Именно вы сейчас находитесь в Божьем свете и нуждаетесь в Его исцелении. Запишите ваши мысли и молитвы. Третье. Проанализируйте, что вы делали на прошлой неделе, ваши достижения и неудачи. Особое внимание обратите на то, что вы чувствовали и какие эмоции переживали. Быть может, вы злились, потому что кто-то поцарапал вашу машину или были расстроены из-за того, что кто-то оставил церковь по какой-либо причине. И проанализируйте свои эмоции, свое отношение, свои чувства, свои слова перед Богом и позвольте Ему исправлять вас, наставлять вас Его Словом. Нужно тихое время, когда вы сможете взять Библию с полки и изучить те тексты Писания, которые соответствуют вашей ситуации, когда вы сможете увидеть свою жизнь в свете этих текстов Писания. И далее запишите, что вы узнаете о себе, о своих поступках и отношениях. И далее читаем пятый пункт. Запишите все, что вы обнаружите, и не удивляйтесь, если получится много наблюдений, о чем вы могли бы помолиться сами или вместе с другими. Вы можете подумать, «Но это все обо мне». Но как только вы научитесь этому, то вы сможете использовать эту информацию, чтобы поделиться с другими. Все, что мы узнаем в подобное время, даже на таких лекциях и занятиях, может оказаться для нас болезненным. Но затем мы сможем делиться этим с другими, не отстраненно, а пережив все это в своей жизни. Ведь Бог действует и продолжает действовать в нашей жизни, очищая нас. Ему еще многое предстоит сделать, но я уже вижу, что Он многое сделал. И мы хотим, чтобы другие также это испытали, и мы делимся с ними об этом. Потому что мы хотим, чтобы и они испытали это общение с Богом. Все это в изобилии. Все, что Бог делает, когда мы открываем свою жизнь, пересматриваем ее и обретаем любовь, мир, радость. Поэтому не бойтесь молиться такими словами. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Аминь. Продолжим на следующей лекции. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, Вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинари». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok